Здарова ребята, с вами опять спорт без причины и это финальное обсуждение последнего боя UFC 241 Кормье против Меочча. Как вы уже знаете, в прошлом противостоянии Кормьеха победил беднягу пожарника, который до сих пор работает на своей пожарной вакансии, но стоит учитывать, что он это делает иногда по 12 часов недели, все-таки не как наши работяги на заводах. Те, кто ищет трансляцию, здесь ее нет, ищите ее на Винг или где-то в интернете. На ютюбе, скорее всего, вы нигде ее не найдете, это запрещено. А партнером нашего канала является букмекерская компания MarathonBet. Если в следующий раз решите ставить на бои или на другие особенно игровые виды спорта, советуем их прекрасный сайт. Ребята, вы знали, что на канале Спорт без причины проходит конкурс? Каждые два месяца разыгрывается 10 тысяч рублей. Подробности этого конкурса будут где-то в середине или конце видоса. Советую посмотреть до конца. А мы продолжаем. Как вы, наверное, догадываетесь, это, скорее всего, бой Давида и Голиафа. Что до этого, что сейчас 40-летний DC уже закончил свой рост и в буквальном смысле дышит. Стипе в подбородок. Рич его рук и ног, скорее всего, в два раза меньше, чем у Миоччи. Я, конечно же, утрирую, но вы понимаете. Кармьеха, если бы сбрасывал полностью свой вес, скорее всего, никогда бы не оказался в тяжах. Тем интереснее это противостояние. Первый раунд полностью забирает Кармье. Очень агрессивно и напористо он дерется против Миоччи. У него получаются термоядерные штучечки, очень много джебов, дико красивый перевод в портер. В общем-то все по классике. Миоччи же активно защищается, но все же постоянно пропускает. Кармье, как и наш прекрасный Джон Джонс, который любит пиктограммы, также обожает давать все время пятюню своему оппоненту, пытаясь загасить его атаки. А параллельно с этим пытается нащупать, есть ли какие-то проблемы в глазах у врага. Надеюсь, вы понимаете шутку, он постоянно тыкает в глаза. В конечном итоге и следующие раунды Кармье также активно продолжает наступать. И выглядит это так, будто у Миоччи реально начинает заканчиваться бензин. Да, Миоччи уже лучше себя показывает следующие раунды, уже слегка адаптировался к геймплану противника, но все еще умудряется хорошо пробивать только на контрах. Сам пытается оформить перевод. Это все проходит практически безуспешно, но мы всегда болеем за андердогов и к четвертому раунду я не заметил, что тренерский угол или еще кто-то ему подсказывал эту фишечку, но наконец-то человек, который успешно выступал в боксе, догадался, что можно во-первых использовать свой рич и во-вторых разбивать противника по этажам, что он начинает максимально активно делать в четвертом раунде. Миочич залетает с ударами по корпусу и весь четвертый раунд продолжает набивать печенку бедному Кармье, по факту прикармливая его, чтобы тот начал опускать руку, что Кармье начинает успешно делать, при этом понимая, что его разводят на работу по этажам. Поэтому в конечном итоге он все равно пытается поднять свои ручки и снова получает по бокам. Но, как вы знаете, селезенка и печень не состоят из железа, они не броненепробиваемые и, к сожалению, пресс в том месте не накачать дико, чтобы нельзя было пробить корпус. И, видимо, уже опасаясь нокаута по печени или селезенке, Кармье опускает все же свои ручки. И в конечном итоге прямые от Миочича залетают и челюсть нашего братца не выдерживает. По факту великолепный бой, Миочич оформляет добивание. И теперь он новый чемп. А вот и условия конкурса. Они просты, как никогда. Нужно подписаться на канал, оставить комментарий под видео и поставить лайк. И через два месяца я определю победителя среди всех видео, которые вы прокомментировали, и отдам ему 10 тысяч рублей. Так что давайте оставаться на этом канале, смотреть видосы и подписываться. А мы продолжаем. Прекрасная работа и выступление от Миочича. Сам признается, что Кармье дикий просто тавгай. Ну а Кармье говорит, что он посоветуется с женой, заканчивать ли ему свою карьеру. Прекрасный бой. Я все равно больше был впечатлен боем Ромеро по итогу. Но и это противостояние было просто великолепным. Сегодня была UFC, в бой идут одни старики. Будем ждать следующих новостей. А с вами были Спорт без причины. Подписывайтесь на канал. Ждем вас снова. Субтитры сделал DimaTorzok